Постоянные проблемы с водой, слабый напор, грязь, частое отключение из-за аварии. Для жителей сразу нескольких ранее самых проблемных участков теперь это не актуально. Благодаря участию Эрбита в региональной программе по модернизации коммунального комплекса, только в этом году городу удалось поменять сразу 6 километров сетей холодного водоснабжения. И в планах на следующий в два с лишним раза больше. Каждый такой прокол от 100 до 140 метров трубы, уложенный методом горизонтального бурения. Так что финал первого этапа капитального ремонта сетей водоснабжения в Эрбите все ближе. За три месяца бригада компании «Карат» заменила сети на восьми самых проблемных участках, общая протяженность которых составила 4400 метров. Сейчас в работе последний и самый протяженный – 1400 метров трубопровода по Камышловской и прилегающим улицам. Именно поэтому местным жителям специалисты администрации города рекомендуют быть внимательными. Это у нас попадает больница по улице Элеваторной, это гостиница Поворот и ДСАФ. Также 10 многоквартирных домов и около 100 домов – это жилой сектор. Конечно, сложности есть. Это у нас врезки частного сектора. Где-то бывают аварийные ситуации, но они их сразу же все прекращают. Особое внимание хочу уделить жителям, что обязательно иметь аварийный запас воды. Потому что по улице Камышловской водопровод будем тянуть без отключения водоснабжения. Где-то эти работы будут проводиться около двух недель. Потом будет врезка потребителей уже к новому существующему водопроводу. Там, конечно, придется отключить потребителей на 2-3 дня. Но даже эти сложности – ничто по сравнению с тем, какие проблемы здесь возникали раньше. Так что и в следующем году работа по замене сетей будет продолжена. Планируют начать в мае, как только отойдет грунт. А значит, и объемы вырастут. Ведь если в этом году стоимость проведенных ремонтов составила около 49 миллионов, на следующий год уже предусмотрено финансирование в размере 128 миллионов рублей. На следующий год у нас также будет продолжаться капитальный ремонт. У нас уже заключен муниципальный контракт на 128 миллионов. Это на шесть участков водопроводной сети. Общая протяженность – 13 километров. Однако остается еще и вопрос восстановления дорог на улицах, где были проведены работы. Причем не только по замене водопровода, но и по строительству канализационных сетей. На каждом из этих участков подрядчик должен восстановить нарушенное благоустройство. И на сегодня работы завершены еще далеко не везде. Кроме того, возможно и весной, после просадки грунта, подсыпку необходимо будет провести повторно. Что и предусмотрено гарантией, прописанной в контрактах на такие работы.